Праздничный марафон Отлично. Итак, сейчас нам предстоит буквально 5000 лет запихнуть в 5 минут нашей беседы. Как так получилось, что у нас два Новых года, по сути, разной степени свежести? Ну вот один новый, а другой старый, так называем. Да, другой не очень. В Древнем Риме Новый год праздновали сначала 1 марта, потом перенесли на 1 января. Месяц в честь бога Януса, да, с двумя лицами, которые туда и туда смотрят. А в христианстве, которое унаследовало уже языческую традицию, тоже было сначала Рождество отмечали 1 марта, потом перенесли начало Нового года и Рождество, по-христиански, на 25 декабря. Это во-первых. Потом, чтобы окончательно запутаться, стали выпускать свяцы, которые начинались 1 сентябрём. Ну тоже как бы Новый год. И там ещё что-то было связано с датой сотворения мира, не датой Рождества Христа, а датой сотворения мира. Чтобы ещё веселее стало, потом вот эту дату 25 января перенесли на 2 недели. И то, что раньше было 25 декабря, сейчас-то 7 января. То есть вот этот прыжок совершился. И раньше ведь Новый год, до революции, по крайней мере, отмечали после Рождества. То есть, в принципе, как сейчас у католиков, как сейчас у православных румын, 25 декабря, потом вот 1 января Новый год. С приходом советской власти Рождество отменилось по всем стилям, по старым и новым. Празднуют только Новый год. И вот сейчас у нас укоренилось 1 января как Новый год, потом 7 января по новому стилю православное Рождество. Но тот старый Новый год, который был по старому стилю после Рождества, он просто перескочил ещё на 2 недели и поместился чудом через неделю после Рождества. Какая-то занимательная математика праздников. Удивительно, что мы его отмечаем, несмотря на то, что там новый стиль, старый. То есть, по сути, это праздник у нас появился. Вообще ничего не удивительно. Да, просто, видимо, мало праздников. Добавьте к этому перевод часов на зимнее время, вы поймёте, откуда корни этого невроза растут. Всё отмечать в январе. Вот связанные с этим праздником, какие традиции есть? Наш регион безумно интересен с точки зрения традиций, потому что здесь переплелось всё. И какие-то русские варианты, и украинские, и молдавские, и болгарские. У кого-то, не знаю, был дедушка грек, и вот эти традиции добавились. То есть, поэтому сказать, что вот каких-то единых таких вообще много, не скажу. Но есть, наверное, общая традиция, две, даже две общие традиции. Первая – это калядование. Вторая – это еда. Но есть ещё третья традиция – это гадание. Вот по поводу вот этой традиции, обычая – калядовать. Что такое вообще сами по себе калядки? Почему мы вот неизменно каждый год сеем посеваем, стучимся в двери к незнакомым людям, детям рассказываем, что это нужно делать? Это вот как раз те пережитки языческих времён и аграрных, и пастушеских таких ритуалов, которые сохранились в христианстве. И вот на минуточку, готовясь к эфиру, я открыла книгу по молдавскому фольклору, и там, допустим, есть тексты калядок, переведённые уже на русский язык. И калядка, которую исполняли дети до 12 лет, ну, окей, постарше, может быть, и молодые мужчины, но обязательно не женаты и не очень богаты. Это было принципиально. Интересно, почему? Сейчас мы об этом поговорим. Калядка называлась «Плугушорл», то есть про плуг, про похоту и про процветание. И вот текст калядки на четыре листа в две колонки. Так это ещё запомнить надо. Это ещё запомнить надо, да. То есть там, очевидно, совершенно не для развлечения это всё использовалось. Мы же с вами знаем, что сельские молдаване – люди серьёзные. И там, когда приходит вот эта ватага, там, ряженых, с козой, со звёздами и прочими масками, всё это очень серьёзно обыгрывалось. И был целый спектакль о том, кто когда должен что сказать. И вот конкретно «Плугушорл» – это калядка, посвящённая пахоте. В ней использовался такой музыкальный инструмент, его называют «Бугай», «Бухай», и это не призыв, или «Буй», ещё я слышала, который имитирует голос быка, рёв быка. Интересно. Это штуковина такая. Может, видели вы, наверное, в народных празднествах. И вот приходили с этой штуковиной. Один парень или мальчик изображал пастуха, который вот это всё выкрикивал, кричал. Все остальные там на подпевках были. И важной частью ритуала была пахота по снегу. Видимо, тогда в Молдавии ещё был снег, предполагалось. И вот первую борозду в году проводили как раз по снегу. И мы-то сейчас уже говорим, вот посеваем, а про пахоту забыли. То есть для того, чтобы посеять, надо сначала было вспахать. И вот это был первый этап ритуала. А на следующий день уже шли посевальщики. И там тоже всё было непросто. Было несколько видов зерна, которые были разложены в сумочках в определённом порядке. И это всё раскидывалось не просто в доме. Насколько я помню, туда заводили домашний скот. То есть или козу, или телёнка. И вот на него, либо на хозяина посевали. Интересно, с чего делали эти маски, да? И вообще, куда всё это исчезло? Вот почему нет сейчас масок? В этнографических музеях часто хранятся такие коллекции, которые пособирали по сёлам. Я запомнила одну маску. Она была в обряде турку, которая называется турка. Это была голова оленя с рогами. И к ней приделывался большой такой кусок ткани, который закрывал не только человека, который надевает эту маску. Ну, в общем, до самых ног его закрывает. Он прикрывает ещё того, кто сидит на этом человеке. То есть сверху ещё кто-то садится, какой-то горбатый, как будто бы старик. И вот всё это действует. Вы понимаете, что у этого всего, скорее всего, очень древние корни. И то, что его потом назвали туркой, ну, может быть, это связано с турками, с турецкой оккупацией. Ну, у молдаван, я заметила просто такую тенденцию. Они действительно то, что негативное, часто называли чем-то турецким. И маски турок, они действительно участвовали в этом карнавале святочном. И это уже более позднее такое влияние. Есть какой-то самонадёжный способ? Разузнай, что там будет. Откуда это всё? Самый надёжный? Самый надёжный, да. Ой, знаю один способ, самый надёжный. Берёте ботинок с девочками, выходите из подъезда и кидаете в темноту. Вот в кого ботинок попадёт, тот вам о вас много интересного и расскажет. Хорошая традиция. Ну, я думаю, что расскажет в любом случае, да. Если из темноты прилетает в кого-то сапог, желательно тяжёлый какой-нибудь. Раньше девушки гадали на суженого и кидали за ворот, но, видимо, там плотность населения другая была. Поэтому что-то можно было погадать. Можно было докинуть нечаянно к соседу или специально. Ну, или как раз возле, если знали, что там живёт девушка молодая, собирались возле её забора, например, или калитки. Да, и летит ботинок, и целился сам в ботинок, чтобы вот в него угодил. Как букет ловят сейчас, так же и ботинки ловили. Суперсила, да. Да-да-да. Ну, в основном, вот описания тех гаданий, которые мне встречались, они, конечно, очень наивные. То есть там принести несколько шапок, и там одна девушка, допустим, выходит в сене. И, кстати, парни тоже гадали. Вот давайте без этого сейчас. Тоже гадали примерно тем же образом. И шапками накрывали разные предметы. Там расчёски, какие-то кольца, пшеничку и всё такое. Потом возвращался гадающий, указывал там на шапку, ему открывали, а там расчёска. Да. Муж лысый водится. А, вот оно что, расчёска. И вот эта вот вся интерпретация, кто-то из девушек или женщин возглавлявших это гадание, она уже там от себя интерпретировала, как могла. Катя, расскажи, пожалуйста, как встречать Старый Новый Год? Правильно. Откуда же я знаю? Ну, не знаю. Может быть, какая-то особенная нарезка оливье. Определённое количество зелёного горошка. Гадание я вам уже рассказала, да? Горошек. Горошек берите обязательно каменский. Это вот давняя молдавская традиция. Традиция, да? Для Старого Нового Года. С тех самых времён, да? Да, да, да. Ещё до нашей эры, помню. Брали именно такой горошек. Нет никаких особых правил для отмечения Старого Нового Года. Просто это вот наша историческая память, которая, ну, не хочет отпускать тот факт, что раньше всё-таки Рождество, а потом Новый Год. Потому что Рождество, ну, в христианской традиции как-то больший праздник, чем Новый Год. По сути, дань традиция. Да. На самом деле заканчивается вся эта история не Старым Новым Годом, а Крещением. Вот Крещение 19 января ставит точку во всём этом... В зимних каникулах. Безумии. Безумии. В зимнем безумии. Ой, это уже совсем другая история. Вот на этом мы, пожалуй, и остановимся. Спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня к нам пришла и рассказала, с чем делать оливье. Большое, пожалуйста, Каменский консервный завод, не благодарите. Ну что, спасибо. Ну а прямо сейчас узнаем, какой бывает зима, если выпадает снег. А как раз у мастера в руках кисть. Рисуем по памяти. Рисуем по памяти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин